Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 365. Первое. Длина одной из сторон прямоугольника равна 14 см. Что на 5 см больше длины соседней стороны? Найдите периметр прямоугольника. Запишем кратко условия задачи. Первая сторона треугольника. Сказано одна из сторон. Пусть это будет первая. Равна 14 см. И в условии сказано, что она на 5 см больше второй. Больше. Во второй строчке мы вот так напишем вторая сторона. И стрелочкой покажем, что больше второй. И нам нужно найти периметр этого прямоугольника. Периметр прямоугольника равен сумме 2а плюс 2b. Для того, чтобы найти периметр, нам нужно знать соседние стороны прямоугольника. Одна сторона нам известна, вторая пока неизвестна. Тогда первое действие, или действие а, которое мы выполним, это вычислим, это вычислим длину второй стороны. Вторая сторона. Так, сказано, что первая на 5 см больше, значит, вторая на 5 см, ну, другими словами, вторая на 5 см меньше. Значит, чтобы вычислить ее длину, нужно 14 вычесть 5. Получим 9 см. А теперь следующее действие. Это мы вычислим периметр по формуле. Периметр равен 2а плюс 2b. А и b – это соседние стороны. Одна сторона у нас 14 см. Вторая сторона у нас 9. Так, итого получаем 28 плюс 18. И это в сумме равно 46 см. Второе. Периметр прямоугольника. Давайте кратко сразу записывать. Периметр равен 34 см. А одна из его сторон, давайте напишем, пусть это будет первая сторона. Одна из сторон равна 12 см. И нам нужно найти длину второй стороны. Вторая сторона. И вопросик. Так, ну, как мы поступим? Так, ну, периметр. Еще раз запишем формулу. Периметр прямоугольника равен 2а плюс 2b, где а и b – это соседние стороны прямоугольника. Тогда подставим вот в эту формулу, подставим. Периметр – это 34 см. 34 см равно, если одна сторона, пусть первая сторона известная, это а. 2 умножить на 12. Вторая сторона у нас неизвестна. Так и запишем 2b. Мы ищем b. Ну, в данном случае мы можем найти 2b. Получается у нас уравнение. В правой части уравнение сумма двух слагаемых. В левой части сумма для того, чтобы найти неизвестное слагаемое. Вот здесь мы уже будем писать. Неизвестное слагаемое будет равно разности суммы минус известное слагаемое. Известное слагаемое у нас 24. 2 умножить на 12 – 24. Тогда получается 2b равно 10. Если 2b равно 10, то чему равно b? Ну, если 2b равно 10, то b равно 5 см. Вот наш ответ. Нам нужно было найти вторую сторону. Теперь мы можем записать общий ответ. В первой части задания мы искали периметр прямоугольника. Периметр составил. Давайте запишем. П равно 46 см. А во второй части задания нам нужно было найти вторую сторону прямоугольника. Мы ее назвали b, хотя на самом деле это могла быть и а сторона. Просто давайте напишем 5 см. Вторая сторона прямоугольника равна 5 см. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.